Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Программа Встретились Поговорили И гости, для тех, кто еще не догадался Сегодняшнего вечернего эфира Это группа, российская группа iSpeak Настя Креслина и Коля Костылев Йоу-йоу, what's up? Привет, ребята Привет, ребята Повод, по которому встретились, точнее, благодаря которому Мы встретились, это концерт, он пройдет завтра В студии 69 Все верно Концерт группы iSpeak Этот концерт, это часть какого-то тура Да, у нас сейчас большой Изматывающий тур по Европе Россия, но при этом очень крутой И очень заряжающий Вместе с тем, да В прошлом году вы тоже очень много ездили И сейчас это, получается, новый тур Или это продолжение прошлогоднего Это новый тур, да Был небольшой перерыв у нас после Китая Мы приехали домой Немного пописали музыку Немножко отдохнули И с новыми силами поехали дальше Да, да Ну вот сейчас российская, если я правильно понимаю, российская часть тура практически завершилась Остался Питер и Москва Наоборот, российская часть тура еще не началась А, наоборот, она впереди У нас только три города в этот раз по России Потому что наш предыдущий российский тур Многострадальный, известный, громкий И с преследованиями со стороны ФСБ Он закончился, в принципе, не так давно Три месяца назад А, ну вот поэтому у меня эти рамки стерлись Я не могу понять, когда один тур закончился Мы сами не можем понять, где мы вообще Уже все одно, да Мы иногда гуглим, заходим в Google Maps, чтобы посмотреть, где мы с утреца находимся То есть настолько интенсивно все У нас каждый день почти, да У нас 26 городов и много Ну, в Ригу вы приехали, кстати, за день до концерта, получается Да Да Ну, это просто... Это редкость Напрашивать вопрос, почему так Зачем? Не зачем, а... Такая честь для нашего города Чего тут забыли? Не, Рига крутой город Мы здесь очень часто бываем, на самом деле И проводим здесь какую-то часть лета часто Я просто родилась в Риге У нас здесь есть друзья, у меня родственники Поэтому здесь есть такое ощущение дома И почему бы здесь не остаться на один день Когда ты каждый день просто меняешь города И у тебя вообще этого вот какой-то стабильности Какого-то ощущения, опять-таки, дома вообще нету И тут, чтобы чуть-чуть совсем передохнуть Перевести дух, набраться сил А ты, Настя, провела в Риге первые 6 лет жизни? Я поступила в первый класс в Москве Уже, то есть, ну... Да Ну, я переехала и как раз... Какие-то воспоминания о Риге остались? Это Рига 90-х, получается? Ну, примерно Ну, в 2000-х мы переехали в Москву Ну, да, это после, получается, развала Советского Союза И, ну, у меня супер такие детские милые воспоминания Потому что это детство раннее И как бы все вроде серое все равно было тогда Потому что период такой переходный Но все равно достаточно счастливый для меня был Вот, когда в Москву я переехала, намного тяжелее мне было Ну... Акклиматизироваться? Да И я правильно понимаю также, может быть, вы меня поправите Что первые концерты группа Ice Peak дала вот... Такую информацию я нашел, что и во Франции, и в Риге Да, первый как бы европейский концерт был Да, европейский Ну, это был один из первых вообще концертов, на самом деле Мы поехали сначала... Это какой был? Я думаю, 2014-й начало Да, мы поехали сначала в Париж играть Потом в Бордо и потом в Ригу, да Был прикольно А после первого, если не ошибаюсь, тура по России Вот, ну, тоже общеизвестная такая вещь Вы говорили, что были на грани депрессии Посмотрев на российские провинции и глубинки Ну да А сейчас, ну, понятно, что последний тур он тоже был окутан своей такой историей Но, тем не менее, как-то изменилось восприятие? Ну, последний тур он был адреналиновый, такой безумный И мы просто боролись за выживание, можно сказать И мы каждый раз меняли день проведения площадки, чтобы там в секретных местах провести Чтобы туда менты просто не доехали И это было такое безумие немного Но, на самом деле, из этого тура мы вернулись с каким-то таким ощущением надежды, на самом деле Потому что очень много молодых людей приходило на концерты, нас поддерживало Они вообще не боялись совершенно Они с нами пели песни на улице, если не было звука Они приходили к участку полицейскому, стояли, там кричали, выпустите То есть такие признаки солидарности Да, вообще очень драйвовый, во-первых, тур был Во-вторых, мы реально поняли, что мы не одни Никак в своих взглядах Ну, как бы, что все развивается, меняется И, как бы, люди подтягиваются Критическое мышление есть какое-то у молодежи И мы, как бы, можем рассчитывать на поддержку Это очень крутое А ваш тур российский начался в каком месяце в прошлом году? Ну, просто напомните Зимой? Зимой уже? Зимой, да Я думаю, что да, зимой Сложно вспомнить уже Очень много всего Осенью вы не турили, вы просто выступали там Ну, разу Мы выпустили альбом Ну, вот я хотел спросить Вы опубликовали это видео «Смерти больше нет», которое мы слышали 30 октября на ютубе я посмотрел Я думал, если вы в это время турили, там какой-то слом был такой конкретный Нет, нет, у нас начался тур где-то через Месяц Через две недели у нас начались после выпуска видео первые проблемы А тур начался Ну, площадки Тур же заранее уже планировался И площадки уже начали нам звонить организаторы И говорить, что им поступают звонки из органов И с настоятельными рекомендациями не проводить концерты данной группы Иногда просто с угрозами, на самом деле Ну, по-разному, в общем, да, это было Можно долго перечислять Просто мы уже столько раз это все рассказывали Ну, как бы, если интересно, конечно, можем что-то еще раз рассказать Ну, короче, да, иногда звонили, говорили, что давайте, закрывайте Иначе мы вас вообще закроем, ваш клуб И пожарных пришлем И, в общем, самопедистанцию пришлем И все у вас там найдем, что нужно Куда-то просто приходили, говорили, побьем там все стекла Силовики То есть не в форме, но это явно как бы Ну, опять же, да, вы много раз тоже рассказывали Если коротко, как вы интерпретируете Вот причина, она заключается в этом видео В конкретных словах, в конкретном кадре, может быть К чему все сводится? Ну, сводится все к отсутствию чувства юмора И какого-то культурного контекста У людей, у власти Может быть, у какого-то конкретного человека Я не знаю Да, возможно, это какой-то совершенно конкретный был человек Которому что-то не понравилось И вообще он вдруг так очнулся И посмотрел, что слушает молодежь Какие у нее интересы И решил, что нужно срочно культурную ситуацию в стране исправлять Потому что мы же не единственная группа Которая попала под подобные санкции Обычно приводится айспик, хаски приводится рэпер И там френдзона группа Ну да Это какой-то триумверат уже такой достаточно в СМИ Устоявшийся Тех, кто под репрессии попали Нам просто больше других досталось Просто мы решили, что мы не будем сдаваться И продолжим наш тур во что бы то ни стало Чтобы продемонстрировать то, что мы как-то с цензурой можем бороться в нашей стране И какие бы методы они там свои не использовали У нас в принципе это получалось И в итоге мы завершили этот тур И провели практически все на самом деле концерты Под конец, благодаря всем этим скандалам И огласке народ уже стал Ну народ был уже в курсе И поэтому им было сложнее проворачивать эти вот схемы странные с угрозами И последние два концерта в принципе прошли вообще без проблем совершенно И вот сейчас в Москве и в Питере тоже нет проблем В Калининграде там уже какая-то личная инициатива каких-то местных борцов за права детей так называемых Которые вот своими пуританскими взглядами пытаются чистить культуру И чтобы дети не ходили на концерты Ну то есть они хотят просто сделать 18+, а потом они говорят то, что они вообще не хотят проводить концерт И в итоге... Ну им просто не нравится Они не понимают новую культуру, они ее боятся У них есть какой-то страх, им кажется, что это все разрушающе как-то действует На психику детей И так далее и тому подобное Хорошо, чуть иначе вопрос сейчас разверну Вот такое впечатление создается в России Вот мы привели уже, есть артисты, которые под преследование какое-то попали И кажется, что ситуация напоминает вот в какой-то степени, там, не знаю, 80-е годы Прошлого, знаете, когда все на противодействии И это вот противодействие аккумулирует какую-то культуру, да И вот как сейчас, например, этот приняли закон по поводу критики власти И сразу этот флешмоб пошел, Путин сказочный Ну, вы, наверное, видели это в интернете тоже Просто вопрос такой, если представить, что все это закончится А все этого вроде как хотят, вот режим упал То что произойдет-то? Люди как бы, они смогут перестроиться? Ну, вот как у Егора этого, например, в 90-х у него был определенный кризис некоторый Когда вот потерялась эта стена Как вы это смотрите? Ну, мы все время говорим о том, что мы, на самом деле, супервезучие В том плане, что мы как для художников Для нас просто материала, ну, просто бери и делай Огромное количество, столько проблем Столько, действительно, того, чему можно противостоять Хотя мы, в общем-то, не занимаемся каким-то реальным противостоянием и протестом Оппозиционным чем-то У нас не такая позиция, мы просто свободно высказываемся И мы хотели бы иметь возможность это продолжать делать Ну, иногда просто весело сказать то, чего от тебя не хотят слышать То есть, почему бы и нет Какой-то эпатаж Ну, почему бы и нет, это весело Ну, типа, это смешно иногда Ну, у кого-то, вот, видимо, просто нет чувства юмора Ну, вы, как бы, почувствовали уже какие-то медные трубы, что ли, так сказать Ну, то есть, объективно говоря, это популярность Это, там, объективные вещи, там, просмотры, условно говоря, на Ютубе, да? Наверное, какие-то, какой-то другой заработок совершенно Почувствовали бы это? У нас и так все было неплохо Нас и так слушали И у нас была большая аудитория Но благодаря всей этой истории, конечно, наша аудитория подросла Это, мы не будем с этим, как бы, спорить и скрывать это При этом само видео еще до всей этой истории очень хорошо начало идти И сразу очень много начало смотреть людей Ну, это, в общем-то, на самом деле, одна из причин, по которой нас и начали преследовать, конечно Потому что, если бы на этом видео не было такого количества просмотров Никто бы там не заволновался и ничего бы не делал, конечно Да и не заметил бы просто Да В любом случае, это, хоть там, с, как это, с каким-то скандальным таким оттенком Но это успех, я имел в виду, не ударяет ли успех в голову? Не появляется головокружение какого-то Да мы как-то не успели, если честно, это все У нас все в таком темпе, и мы постоянно У нас постоянные выступления, как были, так и сейчас их еще больше И поэтому, мне кажется, мы себя еще вообще не ловили на этом Мы не выходим в город просто погулять или еще что-то, например Это тем более не какой-то такой просто вот проснулся знаменитым Да, это Такого не было Нет, вообще не дай бог Мы просто на протяжении всего творческого пути работали, росли И как бы это еще дополнительный толчок, потом будет еще толчок Ну, то есть это нормальный процесс роста Мы как артисты растем, и, соответственно, аудитория растет, это нормально Но вам сейчас надо чаще выходить в люди? Вот вы интервью даете сегодня тоже второе за два часа интервью, можно сказать Очень популярно среди артистов и музыкантов трансляции во всевозможных соцсетях Инстаграм, трансляции, ответы на вопросы Мы таким не занимаемся Нет, мы этого не делаем Мы в своих медиа очень сдержаны, и мы очень следим за своим медиа Мы же не блогеры, нам это не очень как бы интересно Если мы делаем какую-то интернет-акцию, там, не знаю, активизм или еще что-то Это другая история, можно сделать что-то такое А просто отвечать на вопросы фанатов Ну, у нас есть своя личная жизнь, это одно А есть вот наш проект, и мы его позиционируем определенным образом И это другое На сторонних медиа, вроде вот вашего радио, нам прикольно появиться Потому что мы общаемся с совершенно новой для себя аудиторией Которая нас, возможно, бы никогда не слышала И нам просто это интересно А на своих медиа мы больше художники и меньше личности Ну, вот по поводу восприятия, ну, восприятие, там, российской власти Оно достаточно сказало о себе достаточно прямо А со стороны общества были какие-то похожие? Ну, я же, понятно, не люблю поклонники и приходят на концерт А были какие-то вот такие сигналы? Нет, совершенно все люди, которые даже нашу музыку не принимают Ну, в основной своей массе Они адекватно реагировали и говорили то, что такие методы применять и запрещать музыку Это просто какой-то бред и откат в те древние времена Да, были даже расстроенные хейтеры, которые говорили, что Ну, ребят, ну вот как вы работаете? Ну, вы чего? Надо по-другому запрещать Это не работает Вот, ну, то есть это все было абсурдно совершенно со всех сторон И, конечно, это совершенно не работало Потому что чем больше они запрещали, тем больше об этом кричали люди И в итоге это все превратилось в какое-то совершенно странное безумие Со всех сторон И никому от этого, кроме нас, наверное, лучше не стало Да, вы рассказывали еще, что вот по поводу этой русской и российской идентичности Которая появляется за счет взгляда на Россию со стороны Я, ну, вот лично я прекрасно понимаю, о чем вы говорите То есть надо посмотреть как-то на себя со стороны, чтобы увидеть какие-то различия Какие различия? Можете сформулировать? Что вот когда это пришло к вам? Что первое? Как вы увидели свою родину? Не то, что о различиях даже разговор О том, что ты, в принципе, когда ты находишься среди людей, которые говорят с тобой на одном языке И ты как бы не акцентируешь на этом внимание Для тебя это норма, это естественно А когда ты выезжаешь куда-то и тебе просто задают вопрос Спрашивают про твою страну, про твой язык, про твою культуру Ты начинаешь об этом думать И ты как бы обращаешься к этому И смотришь на себя, на какую-то свою самобытность И ты ее сам как бы для себя замечаешь Как будто первый раз в зеркало заглядываешь Это как когда начинаешь преподавать какой-то предмет, например Вдруг, если вдруг кто-то начинает преподавать Ты заново учишься Когда преподаешь кому-то это, когда ты рассказываешь Ты заново это все сам для себя открываешь И гораздо лучше еще в это глубже погружаешься Так что процесс понятен А что по итогу, в конкретном этом российском случае? Мы приехали домой, сели, открыли водочку с огурчиками Семки Семки, да Нет, на самом деле в России существовал всегда большой комплекс Среди русских людей По поводу того, что они русские Представители России Даже когда они куда-то выезжают Всегда как бы ты себя чувствуешь Представителем страны третьего мира Как правило, русские люди не знают английский язык Сложно общаться с другими людьми за границей Это создает кучу непониманий Какой-то дискоммуникации, барьеров И плюс этот имидж России Как такой зловещей державы Которая приходит всегда исключительно, чтобы завоевать А он за рубежом устоялся прямо Ну, как бы это штамп А тут мы выезжаем и понимаем, что этот штамп вообще-то поистерся И потому что интернет Потому что это люди нашего возраста Они совсем по-другому думают И им интересно И у них нет страха И мы как бы можем спокойно, смело говорить Что мы русские, мы из России Мы там то-то, то-то И как бы мы себя просто приняли И как-то это очень терапевтический эффект имело Это произошло как раз после тура по штатам И там как раз нас очень много спрашивали Про то, а каково это жить в России Что значит быть русским Ну, не прям такие вопросы они задавали прямые Но вот около того И там все очень помешаны на своей идентичности Там есть вот этот вот даже перекос в identity politics И сейчас там вообще сложно жить в этом плане Потому что все находят какую-то свою идентичность В какой-то жертвенности Кто-то находит свою идентичность в расе А мы никогда об этом не задумывались Потому что мы из другой страны Мы как бы вот мы живем И мы все одни и те же У нас не было никогда различий И вот когда они начинают спрашивать Ты начинаешь им пытаться объяснить Как это все Кто ты такой И что Какие отличия Что тебя именно отличает от внешнего мира Ну, после вот этого осознания Вы решили Ну, вот это, знаешь, надо спросить В первую очередь Писать на русском языке Ну, это как-то Первое время был английский Да, это естественно произошло И на самом деле Мы, конечно, этот момент обсуждали И как-то мы оба были за то Чтобы на русском начать тексты Чтобы я делала тексты на русском В России нет такой Проблемы ты не назовешь Особенности, может Что вот артисты думают Что если они будут делать на английском То, я не знаю Просто их ждет больше успеха Или быстрый Более быстрый успех Ну, нами не такой Мотив двигал Когда мы начинали проект Просто Как бы английский язык Универсальный язык И музыка Как бы сама по себе Тоже язык универсальный Не требующий перевода И нам казалось то, что Просто Понятнее большинству людей Мы будем Наш проект будет Если это будет не русский язык А английский Который все-таки просто По процентному соотношению Больше людей в мире знает Вот И Ну, то есть Мотивация была именно такая На самом деле Ну, оказалось Что это коммуникация В первую очередь Ну, да Но оказалось, что Как только мы начали Делать треки На русском языке За рубежом С людям стало Гораздо интереснее Тоже Потому что И так очень много Англоязычной музыки И, в общем Всем просто Нравится Слышать язык И когда еще Добавляются субтитры Все как бы Начинают понимать Что там происходит Ты понимаешь Да А, можно субтитры применить Раз это переводимые Мы Да Получается Да Мы переводим Я перевожу текст Нет, нет Перевожу текст на английский Да, соответственно Чтобы было понятно О чем идет речь И Это хорошо работает То есть Все все понимают В то же время Могут наслаждаться Звучанием Прекрасной русской речи Редиско Если брать Это последний альбом Сказка В нем Явно Бросается в глаза Вот этот вот Как это сказать Фольклорный элемент Ну да Это какой-то Стилистический прием Или вы тоже В этом какой-то смысл Кладываете То есть Какая-то народность Там О чем еще Пушкин говорит Я очень вдохновлялась В плане именно текстов И когда я работала С текстом Вокалом Как раз таки Мифологическим сознанием Сказочным И сказками И просто пыталась Это перенести Как-то на свою Повседневную реальность И посмотреть Как эти архетипы Работают В нашей Каждодневной жизни Оказалось Что они все еще Как бы Живы И как раз Работают с этим Образом Зловещим России Мрачным Потому что все сказки Они очень мрачные И страшные И даже детские И как бы Оказалось Что этот перенос Он вообще Возможен И вот Получился такой Околосоциальный Полусказочный Материал Получается Это тоже Вот это Возвращаемся К какой-то Советской Иносказательности Когда не напрямую Напрямую Говорить опасно Это поэзия Это просто поэзия Только с этой точки зрения Ну Я не Нет у меня страха Что-то сказать Просто мне нравится Играть со словом И делать это поэтично А как бы Какой-то манифест Можно сделать И вне Музыкального проекта А так Это все-таки В первую очередь Мы художники А потом уже Потом уже Активисты А потом уже По поводу вокала Кстати Ваши концерты Получается Это такой С одной стороны Ну это такой Слэм Назовем это так Хаос В нейтральном смысле слова С другой стороны У Насти Достаточно Такой серьезный вокал Там В отличие от Не знаю Многих других Таких вот громких вещей Там С каким-то Рэперским уклоном Я хотел спросить Очень простую вещь Легко ли вообще В туре находиться И каждый день Исполнять эти песни И как вообще Ростанавливаться После этого И сейчас у меня Течет слеза По щеке Наконец-то Меня спросили О моей боли А это боль Нет 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 Конечно Боль принос Да В том числе Приходите Приезжайте В Москву Нет Ну это тяжело Но на самом деле Это как спорт Ты тренируешься Расслабляешься Вокал В общем Ну вот Мне больше нравится Сравнение со спортом Спорт это дисциплина Очень жесткая То есть нужно себя Сдерживать получается Довольно Ну конечно Нужно вести здоровый Образ жизни Высыпаться и так далее Нет рок-н-ролла Никакого рок-н-ролла Сейчас вообще уже нет Спросите Кого угодно Да Я вообще Не считаю Что это возможно Было бы закончить Тур Если бы мы не вели Здоровую жизнь И все Это просто было бы Андрей Это и так тяжело Мы слушаем все интервью Вот Знаменитых Российских рэперов Нынче Послушавших жизнь Это кажется Это нескончаемый рок-н-ролл Ну Это у кого Мне кажется наоборот Это все уже Все рок-н-роллщики Уже давно старые И больные Все рок-н-роллщики Мертвые Да А все рэперы Наверное Немного создают образ И Я не думаю Что они бы выжили Вот эти Пережили бы эти туры Если бы они действительно Угорали Каждый день В общем это нереально На самом деле Совмещать такие туры И какое-то Такое отвязное Времяпрепровождение Нет Бывают туры Когда ты выступаешь Например Три раза в неделю Ну Все остальное время Это считается Лайт Да Для нас это лайт У нас сейчас каждый день Почти То есть Выступление Поэтому Это все-таки Разные вещи А вот вы Говоря Возвращаясь к английскому языку Кажется В одном из интервью Сказали Что вот По вашему мнению Сейчас возвращается Востребованность Вот именно русского Ну русского слова В музыке Не только Но в России Да Но я бы сказала Что в принципе В мире Какое-то Возвращение к своим корням Интерес к другим культурам Просто если брать Тех же рэперов Которых мы уже упоминали Им часто в упрек Ставят то Что они Ну Мало того Что стилистически Эта музыка Абсолютно скопированная Запада И даже иногда Бывает именно Лирич Ну как это сказать По тексту Вдохновлено Да Употребляют Слово Там слово Которое Кстати Котором В вашей песне Тоже присутствует Название То что по-английски Год бич А то есть В английском Это якобы звучит Ну как-то уже Устоявшись А в русском Это как-то режет Ну и так далее Это очень То есть Ну кстати В эту сторону И была Отчасти адресована Как бы Эта реплика Это такой реклейминг Этого понятия И как бы Хотелось лишить Этой силы Как бы Называть женщину Так В негативной Какой-то окраске Лишить Феминистки Ну не немножко Совершенно Конкретно Потому что Как бы Вот я сама себя Так называю В принципе Лишаю уже Кого-то другого Возможности Меня таким образом Обидеть И Это приобретает Совершенно другой смысл В общем Что можно гордо Нести Это понятие А вы по-прежнему Ну Вы живете в Туре Сейчас можно сказать А проживаете Вот В уже знаменитом Этом подмосковном доме В деревне Мы живем в избушке Недалеко от Москвы Это в общем-то Одна из Дополнительных причин Почему альбом Звучит именно так Мне кажется Это наше место силы Потому что у нас там Лесок Реченька Электричечки Дикси Белочки Да Деревская жизнь Ну Она Не прям Деревня Деревня Потому что у нас все-таки Есть благо цивилизации И Нам не приходится Доить корову Не приходится Нет Не приходится Да Можно сходить в магаз Вот Но По сравнению с городской жизнью Это Чил И Можно полностью Средоточиться на своей работе И тебя ничего не отвлекает Это самое главное Ну да Поэтому я хотел спросить После того, что вы сказали про спорт Уже в принципе Ответ понятен Ну Нет ли соблазна Какой-то городской жизни Все-таки Какая-то светскость Нет Нам этого Тем более сейчас Когда Есть запрос Я думаю Нам этого На самом деле Никогда Особо не хотелось Мы Домашние Ребята Мы любим Работать И Заниматься Любимым делом И на это нужно Очень много времени Очень много сил И Чтобы поддерживать Фокус Чтобы быть в фокусе Нужно Максимально Долгие Непрерывные Примежутки Времени Просто работать А для этого Тебе просто нужно Минимизировать Какой-то социальный контакт И поэтому Когда мы работаем Мы просто Ну там Раз в неделю Кого-нибудь видим Все остальное время У нас просто Работа 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 Вы В марте Если не ошибаюсь Появились на Митинге Противоизоляции Интернета В Москве Выступили Вот с песней Смерти больше нет Хотя до этого Если не ошибаюсь Не раз говорили Что митинги И публичные мероприятия Не очень ваши Но тут мы не могли Пройти Как бы мимо Потому что Ну просто Это было невозможно Не поддержать Ну просто Это уже Как бы Вообще Конец Как бы Изоляции Интернета Это уже настолько Такая дикость Что Ну нужно было Как-то Обратить на это внимание Тут еще дело в том Что вся ситуация С запретами Нас немного Политизировала Просто Независимо от нас самих Просто вот Косвенно Ну это не косвенно Это конкретно Коснулось Физически В том числе Как бы Жители и граждан России Потому что Это нас Не изменило Но как бы Вот так получилось Что мы У нас появилась Более активная Какая-то Гражданская позиция Просто из-за того Что произошло Потому что Мы увидели Что происходит Вообще Изнутри Мы увидели Как это все работает Увидели Этих людей Которые Недовольны Которые не знают Что делают И еще Отмену концерта Да Да И после этого Как бы Нас позвали на митинг Нас звали выступать С словом Вот Но так как мы не ораторы Мы решили Вот Еще наш трек Да Он Как бы Все скажет Сам за себя А вот эти действия Власти Которые переносят Отменяют концерты Ну вот Угрожают По вашим словам Подкинуть что-то В случае чего Он работает все-таки Люди Пугаются Или он работает Наоборот Наоборот То есть Возникает больше Какого-то протеста Желания высказаться Люди пугаются Конечно Очень много людей Это пугает И люди боятся И их можно понять Потому что Если какой-нибудь Андрей Из десятого класса Позвонит на Эхо Москвы И скажет Что мне обещали Подбросить наркотики То никто Как бы И не будет Об этом париться А когда Есть какая-то Публичная Личность Которая об этом Говорит Это совершенно Другое Реалии Нам не так страшно Потому что У нас есть огласка Ну то есть Понятное дело Что вот История с Пуссирай Нас учат Что может быть Что угодно И могут под тебя Просто написать закон Но Мы как бы Немного защищены Оглаской Мне кажется Частично Закон об оскорблении Власти Как бы Появился Благодаря всей этой истории В том числе Да Не только наше А вот все истории С культурой С какой-то Что ли С искусством С иносказательностью С каким-то политическим Искусством в России Да Которое вдруг Обрело новую силу Вот в последний год Буквально Я думаю Что это и в связи С Серебренниковым Могло произойти Да В связи С тем Что О чем Хаски Говорит В связи С тем О чем Гуем мы А все эти вот истории Мы уже приводили Эти трио Которые часто приводят Вы Хаски Френдзона Между вами Так называемыми Я не знаю Страдающими Артистами Повелось Страдальцами Солидарность Что ли Потому что Если брать Политические позиции Которые мы Сейчас обсуждали У Хаски Я не знаю Сколько вам известно У него Они абсолютно Не либеральные Он Не знаю Ездил На Донбасс Выступал Ну Высказывался Часто Или у вас Вот эта вот Тема искусства У нас всех Объединяет Во-первых То что мы живем В России В принципе Мы как бы Не ставим на России Крест Мы как раз таки Россию любим И как-то У нас есть надежда На какое-то развитие Даже скорее больше После этого Тоже еще Да И А солидарность Конечно мы все Друг друга Поддерживали Как бы В ходе этой истории Общались Созванивались Насколько это было возможно Да Вот Хаски нам звонил Прямо в полицейский участок Непосредственно Например Когда мы там сидели Когда его только выпустили Ну так Просто спрашивал Как там Говорит Все ли окей Говорит Жесть полная Но другими словами Конечно я не буду ругаться А про пустера Это упомянутых Я тоже хотел спросить Да И не по аналогии С этим вот Протестно Ну в том числе И с этим конечно Таким панковским элементом Но Какой-то вот Покаянический момент Мне интересно Это все-таки Уже было давно Ну это Храм Христа Спасителя Акция Получается Семь лет Прошло Я там Про возу вас Вас не собираюсь спрашивать Но вы наверное В тот момент были там Ну условно говоря Тинейджерами Как вы сейчас Это уже стало историей Как вы сейчас воспринимаете Вот то что тогда происходило Произошло Когда это происходило Лично я за этим Очень активно следила И Да Была большой фанаткой Группы война И посерает И Считаю что это Вообще был переломный Исторический момент И Благодаря тому Примеру Который Они нам тогда подали Как бы Молодежь сейчас И мы в том числе Ладно не буду говорить Снова слово молодежь Потому что мы не старые Вот Мы как бы Имеем эту какую-то смелость И задор Тоже как-то вообще Что-то говорить Пробовать Показывать Делать Каждая акция Группы война Мною воспринималась Как победа В чемпионате В каком-то Потому что Это все Всегда очень Весело Очень На злобу дня И очень круто Работало И каждая Вот каждая акция Группы война Она Мне нравится Я недавно буквально Пересматривал видосы Очень люблю Их акцию Расцелуй мента Да это очень классно Очень классная акция Тоже Ну и что С последствиями тоже Да Насколько я помню Не без последствий Не без Ну это все войдет Наверное В историю Искусства Вот как мы оцениваем это Вот я так это оцениваю И с такой Ну еще вопрос С ослагательным наклонением Вот если опять же Представить Что там В России наступит Условная свобода Вот кстати Макс Фадеев Известный продюсер Он в одном из интервью По-моему Такую довольно здравую мысль Высказал Вот Голубой Огонек Его уже принято ругать Давно Он стал таким Нафталиновым И он говорит Что Голубой Огонек По итогам года Нужно приглашать По-настоящему Актуальных артистов Ну там Кто актуален Там группа Грибы Условно Три года назад Что-то еще Они же уже сделали Голубой Огонек Ургантовский вы имеете Да Но я хотел спросить Готовы ли вы пойти Вот в такой Голубой Огонек Вообще в теле Не знаю Это какой-то Странный нам вопрос Нет Ну конечно Мы не поймем Какой Голубой Огонек Нет Я имею в виду Не такого характера Как и сейчас А вот какой-то Обновленный Там уже Стильный Ну это Мне кажется Это не очень хорошая идея Потому что Это сразу Ставит тебя В ряд С русской эстрадой Русская эстрада Это отдельная Совершенно Отдельная стихия Конечно Зависит очень сильно От того Кто помимо нас На этом Так называемом Голубом Огоньке Будет выступать Если вдруг Это окажется Какие-то Очень классные Ну вот сейчас Ургантовский Там Монеточка Условно говоря Была Кто там еще Был Я не помню Гречка Ну это все Ну что-то уже такое Ну это такого Развлекательного характера Ну да Это веселуха Такая Не знаю Мне лично Не очень понравился Мне очень интересно Она Евровидения Евровидения Лично я хочу Только чтобы Попартизанить Чтобы сделать Что-то такое Чего от нас На самом деле Там не ждут Ну то есть А там-то как раз Такое любят Судя по последним Вот годам На самом деле да Мы поняли то что Как бы ты ни пытался Эту систему Как-то Сломать Все равно На нее работаешь Сломать В любом случае Про музыку Немного тогда поговорим Под конец У нас уже не так много Времени Вот не так давно Тоже читал интервью Не знаю Можно ли у российской Наверное российской Артистки Кедр Ливанский Знакомый вам Она много тоже По Европе Гастролирует Она рассказывала Про то как она становилась Музыкантом Мне показалось Очень интересным То есть она говорит Я делаю музыку В спальне Я училась играть На каких-то сентянаторах По ютубу Ну то есть это Такая настоящая эпоха Инди музыкантов По-настоящему Вот вообще Как на это смотрите? Ну Сэйм щит Я точно так же Учился Меня пытались Заставить родителей Из музыкальной семьи Учиться В каких-то Музыкальных школах Но их ничего не получилось Пока я сам не захотел Что-то делать Потом уже начал Смотреть какие-то ролики Какие-то По табулатурам Что-то играть На гитарке Ну и Дальше сам тоже Мне кажется Что большая часть Людей Которые сейчас Находятся В топе Того же Русскоязычного Айтюнса И даже не обязательно Русскоязычного Они У них нет никакого Музыкального образования Академического Это все Самоучки Которые И это положительный момент Вы думаете? Ну да Это такая Демократизация Эпоха лейблов Эпоха Не знаю Каких-то Продюсеров больших Это все уходит Она уходит очень быстро Да И с каждым годом Все больше Ребят Которые Вот Так же В спальне своей Что-то делают Попадают В какие-то Чарты И Ну потом Потом они конечно попадают В индустрию И продюсеры Вот там уже их ловят Уже когда О них уже знают люди А вас пытались поймать Продюсеры? Вы рассказывали Что к вам в деревню Приезжал Некий Из штатов Продюсер С кучей грэмми Да У него там два грэмми Но это Да У нас есть несколько историй Подобных Они все Как-то такие Мимо нас прошли На самом деле Ну то есть Мы общались Но не находили Общего языка Настя замолчала Я задумалась Так Что еще Вас хотел спросить Ну По поводу Вот Я понимаю Что Коля Начинал делать музыку Еще до Ice Peak То что Характеризуется Как post-dubstep Я не знаю Сколько тебя Удовлетворяет этот ярлык Ну просто Экспериментальная Электроника Ну да Ну просто Речь идет о том Что Всякая такая музыка Она в какой-то момент Выходит в этот Мейнстрим Если мы говорим О каком-то Дабстепе Или post-dubstepе Точнее Там Skrillex Какой-нибудь Сделал свое дело Вы просто У вас есть Там Предчувствие Или Вы просто Задумывали Что вот Ваша музыка С помощью Вот этого Вот Трамплина Последних Последних месяцев Тоже Популяризируется Ну не знаю Таким образом Опошлиться Может быть И вам придется Куда-то в сторону Что-ли идти Ну у нас Никогда не было Конкретного жанра В котором мы работаем И мы постоянно Развиваемся И меняемся Я не знаю Что должно Произойти Чтобы мы как бы Мне кажется Мы просто перестанем Делать проект В какой-то момент Такого Чтобы мы застыли В чем-то В какой-то форме Одной Я вообще не вижу Чтобы такое Могло произойти Поэтому страха Такого естественно нет Потому что Мы точно будем Расти дальше Куда-то Куда Вот это вопрос А есть Объяснение Вот у вас Почему Так стало актуально Как бы сказать Все такое В музыке Я имею ввиду Пессимистичное Часто Эстетика Хоррора Какого-то Ну это просто Это ну Всюду теперь Стало За последние годы И в тот же рэп Это вошло плотно Откуда у этого Растут ноги У меня есть теория У меня есть теория То что мы все По крайней мере Наше поколение Росли на голливудских Фильмах А все практически Голливудские фильмы Они заканчиваются Катастрофой какой-нибудь И мы как-то Мне кажется Подсознательно Возможно Ждем Какого-то Какой-то Катастрофы И вот это ощущение Оно висит Как бы В воздухе Что ли Но в принципе Как бы Планета В общем-то Разогревается Например И Неизвестно Что она ждет В плане климата Там Ближайшие 50 лет И когда ты Об этом думаешь Как бы Это не очень Не на очень Позитивные мысли Тебя наводит Ну да Просто У всех Есть Какое-то ощущение Надвигающихся Надвигающихся Катастроф И У кого-то Сознательно У кого-то Бессознательно У всех есть И Это все Конечно Проникает В культуру И Культура Это всегда Главный Показатель Каких-то Социальных Процессов Поэтому Все что На умах Все То же самое И в ушах Мы сейчас Послушаем песню Группа Айспик Сказка С одноименного Альбома Который вышел В прошлом году И Приглашаем всех На концерт Завтра В студию 69 А Группа Айспик 3 мая Спасибо 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 Спасибо